всем привет что-то я залип наконец-то обмыл блин а первый раз леденца за все время он еще пена торчит ну видите что творится буду звонить людям когда-то все-таки надо загонять в покраску то времени нету и нету в общем их воскресенье уже ближе к четырем часам сейчас немножко перекачает лампочка вообще уже горела там вчера приехал на моечку съездил помыл машину но пацаны плохо помыли вообще в этот раз смотрите ну тут нет короче не отмылась не отмылась что-то тент отмыли кабина вон заре дивится как будто или это уже в коревшие или это вчера что-то мало дали химии какой решетка мутная была чистая красивая без вопросов хрен пойми сбоку бантик с этой стороны тоже самое как именно вот здесь в общем съездили с серёгой корешем встретились съездил на авторынок вот купил там пару этих самых юртовских вот этих вот недорого на рынке купил короче по 8 рублей две банки взял хомутов взял взял такую пластиковую трубку вот попробуем чтобы баки не сдавливала у меня вот здесь вот видите заглушена либо оставляем этот конец и ну заглушку вот эту вот хрен его знает у серёги оказывается есть вот эти вот трубки ну вот здесь вот выведены просто на баках а я чё-то у себя заглушил зачем не знаю ну типа так надо вот и вот тут стоит соляра я говорю такое ощущение что либо где-то шланг лопнул либо где-то не даже так или это уже вода стоит не знаю вот здесь видно вам тематом пальчиком сейчас узнаем если замерзли а замерзли значит вода уже вода солярой ну хочу удлинить эту трубку и закинуть за баки ну скажем так чтобы как это было как называется клапан сброса там давление не знаю вот забрал у человека фильтр сапуна оригинал original фильтр сапуна и сальничек вот он для себя снимаю или куда но сейчас еду так сказать на хорошую запчасть к серёге трапецию дворников буду менять потому что вот такая вот фигня вот такая вот видите побишь я когда-то палочки эти меня по пусть вот эти у меня новые они не разбиты вот видите и дворники начинают мотылять в общем они плохо вытирают и все остальное вот где эти прилеты были камней о когда щелкнула я думаю почему не видно мне это с той стороны не видно вот прилет нехилы видите скол прям чувствуется ну не знаю выдержит ли она пока держится где-то еще щелкало что-то но где не знаю полочка моя разваливается в общем буду созваниваться тогда с парнем который в дзержинске про и сделает пол поеду попрошу чтобы он не сделал если буду делать полку то не знаю хочу чтобы была вот досюда такая удлиненная и все сказал что нужна машина только часа на три прям на месте все сделает все 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 вот так что но это на будущее хорошо всю машину прогреваем шланг вынимаем попробую вам чуть-чуть заснять такой минимальный ремонт какой-то не знаю получится или нет но если вам будет интересно сорю вам последнее время у меня ничего не интересно на ютубе поэтому есть мысль под завязывать с ютубом потому что брехать в одно лицо на камеру не очень интересно потому что youtube отнимает очень много времени честно говорю вот очень много времени нервов мысли когда пишут люди чухню всякую в комментарии ну и все такое это прямо отнимает очень много здоровья я бы так сказал вот поэтому пока едем менять трапецию поссорим что там как бы выезжает я как всегда приехал вовремя директор этой шараги как всегда опаздывает у вачу это велосипед стоит без ничего ну пожалуйста с открытым забралом а у есть кто тут а никого нету а вот даже подогрев какой видите фильтра стоит электрический электрический подогрев фильтра аккумулятор стоит акком здоровучий капец вот еще какой-то стоит без фар она ударенная чуть-чуть вот это сварами она тоже что-то совсем какая-то кривая на боку бля там сейчас фура это она выездит я буду мешать не буду это фура или это не фура фура как обычно неудачно машину поставил газелька профессионал молодец прямо рожком чуть-чуть до ворот не дотронулся а вот еще пожалуйста о как бывает ветер с капотом вот этой вековская болезнь вот он уже крючочек торчит все есть да у зеркала какие модные стоят эти в оригинале все от какого это велосипеда поставили это предыдущие веки от старой ли чего видите машинку работали ушатали а ремонтировать не за что бывает она уже извинила почти уже все и уже всю посекло он какие слезы на колесах охренеть ладно ждем ждем сережу заезжаем в бокс он будет снимать трапецию а я буду заниматься баками сиденья разберу сиденья достану втулки 2 эти на амортизаторах возьму спрошу у него хорошей смазки может быть даже смазка надо которая не высыхает возможно вот это высокотемпературно не за спрошу не весь чуть-чуть которая суппорта направляющая если если есть надо ей попробовать помазать возможно ее хватит на дольше но и вот я же говорю что я хотел это грубо говоря сапуны эти оставить чтобы вот тут вот ничего никуда не текло купил хомуты новые вот тут обрежу шланг он тут не нравится обрежем натянем поставим новый и зажмем хорошенько потому что вот этот хомут должен как тот вот ниже быть а он почему-то здесь высоко на самом этом самом на самом этом самом ну вы поняли в общем как-то вот так все ладненько друзья ожидаем друга нашего великого слесаря так ну что народ разобрал я тут все духу не знаю где что скрипит тут все залито уже мазюками всякими вот здесь вот вот в этом месте ржавчина может кстати вот тут скрипеть тут везде все сами доля в общем что делаем сейчас варежку на секунду одну свет пропал опять даешь все блин не в ту руку камеру взял что там там все закрыто сережа не мешай в общем вот эту втулочку вот и достал с одной стороны вот это ломиком раздвинул и вот отсюда об но они вроде тут на них конечно говна там хватает намазано я думал это они скрипят в общем часу взял серию такую белую смазку для этих самых засунуть сюда в эту втулку даже не знаю вот это вот рыжью вот это вот может она скрипит хрен его знаю в общем будем все мазать все замазывать вот здесь что-то скрипу тут что-то какое-то ржавое вон там под пружинами ржавая чем сейчас будем заниматься делать сейчас посмотрим поздоровайся друг это директор этой автобазы меняем меняем трапецию уже разбирает что-то и только это серега в этот отсюда они перепутали тут с регулировкой это беленький ну да чтоб с этой стояла ну я не отложил все короче он тоже снял бачок опустил вся будет остальное откручивать скал машина в идеале 30 тысяч продавайте дешевле не продавайте было 20 на свой а вон его карита синяя стоит так он говорит за 10 хотите вон там но она даже за 5 его я вам не советую хотя она уже в цене 30 до сколько уже 38 конечно еще туда тысяч 40 уже стоит на еще туда метан не поставили туда еще двигатель метановый поставят и баллоны повесит и она будет стоить 50 монтовом карита вон там синий крыша ну ладно это все пустое в общем я полез дальше здесь все мазать тут еще есть проблема вот с этими пружинами вот эти пружины могут скрипеть вот эти вот вот эта пружина он под не там кстати какой-то непонятка с этой стороны не вижу но сейчас залезу все посмотрю могут и один скрипеть чем занимаемся потом расскажу что намазал ну что поставить традиции тут замазали тут все замазали тупо пшикали везде не знаю надолго хватит и и будет искрепить опять не знаю чем хрен пойми собираем назад час одеваюсь и духу вот эти кстати чехол покупал пожалуйста все оборвалось одни ниточки остались чем одеваю поправляю чехол одеваю собираем и будем наблюдать как сережа там делает что ну что как успехи все плохо ничего не откручивается надо денег добавить вот это специально до денег добавить добавьте ему когда приедете кто ломиком кто топориком добавьте совсем тут вон все идет говновая тачка вообще он даже видишь и века написано оригинал вот написано гравировка случайно вышла промахнулись ну вот же оригинал даже таки на и все написано и века тушу написано видишь ли началась рано рядом рана out да ну нахер вообще непонятно чё все в оригинале но увидишь как на одном консерве делают очень серёга пока разбирает все эту буду собирать сейчас сидуху буду пробовать связать эти шнурки в общем вот эти шнурки надо как-то хоть что-то связать здесь и поставить иначе будет чехол слазить пробуем работаем ну вот все нету трапеции сняли вот тут все ржавеет тут сгнило там подоржавела в общем тут надо варить он треснутая аккумуляторная площадка на он болтается и стал ходу нами ходит так рассказываете специалист что вы сделали на камеру ничего не крутится все очень плохо снимается в общем только на этом и 100 сначала нас куливают на пару сотен долларов а потом оказывается что за 20 минут можно было клиенту приятно скидочка сразу до 300 отдать отдает на себя да 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 очень нету скидок скидок здесь нету их никогда не было надбавки есть за сложность так что мы делаем движок переставляем да да короче тут сколько 44 а эта фишка который продает бушная у него вот так в ряд идет вы здесь это уже нового образца так новые есть такие короче вот эти палочки я менял когда-то так как где-то еще одну такую снимал длинную где на вон чего вот дай дай мне в руку длинную вот она да нет да да ты же я их менял чай тогда ставил но сбракованы сюда ну тут уже по дороге наш дубовая вообще это колпачок это колпачок то там он резинка внутри или что но короче уже эллипсом пошло бушина покупать старую она как новая заряна как нового мусори все как крутится в на 1 все вставляете сколько это это вот 100 долларов стоит эту отдам за 50 так уж все в оригинале сломали я сломал конечно вот же новая такая же стоит до кого-то новая мазать будем здесь что-нибудь нет что в следующий раз помучатся вот такое ствол друзья так что когда борете сюда вот знаете этот человек специально плохо делает чтобы вы к нему почаще приезжали да он дженька твоя машина кстати стоит без двигателя да когда вы сделаете человеку машина а у кого тебя на машине нет головы в твои номера узнаешь леденца про тут темно как у как в норке все разобрано фонаря нету так бы посвятил сейчас посмотрим что в кабине с вашего позволения новая тачка печальня ну как у меня принципе пиджак моднейший какой-то на сиденье руль новые обшиты не неровно обшивка вся черная много курит здесь в общем как-то так ладно серёга перекидывает двигатель меняем работаем дальше духу смазали сейчас думаю что с баками короче специалист серёжа сказала что в баке лучше над в одну трубку не ставить ибо будет попадать конденсат поэтому хрен его знает димон привет передавай кому-нибудь всем привет вот так так что вам всем привет мы пошли дальше мучиться в общем проверяем работу как сделали но все вроде в огня со второго раза с первого не получилось короче проблема в чем дешевый fast вот эта штучка металлическая в ней больше отверстия и приходится колхозить я правильно говорю человек автосервиса до шайбу гровер тут им все дым короче вот так вот получилось поставить вот но сейчас все люфтов нет ничего нет все прям хорошо стоит чё не понял где-то люфтит это потому что у него руки такие он за что не взялся везде что-нибудь растянется не ломай блин а люфты проверяю хотя еще не платил ломай давайте же есть запасная в общем на будущее короче фастовская вот это отверстие в родное почему-то фастовской больше и тут на шлицы не садится приходится заниматься колхозингом заплакала всплакнула в общем все ладно сейчас до собираем до плакать про расчете он будет час и все выезжаем про уже дому ехать кайфовать ну что друзья все выезжаю я был там димка с папой там занимаясь двумя машинами одно мыли вторую ремонтировали нормально так время провели душевно все адекватные как же приятно я говорю пообщаться всем короче привет но мы что поменяли трапеция поставили нюансы я вам рассказал ну то есть по замене нюансов никаких нет пока серёжа там нюансил это я пытался вот сиденьем вода помазать но слышите она все равно скрипит я не знаю где его мазать надо она меня напрягает если честно в моменте вот не знаю что вам сказать по этому поводу как его что делать с ним где его пшикать или мазать я втулки помазал разобрал пружины помазал под пружиной помазал где только не мазал но по итогу походу все равно где-то чуть-чуть не дам так что мороза нету что ли почему уже на асфальте машинку вымазывать не хотелось бы так что вот так вот провели после обеда время значит по поводу баков трубки они не не сделал как у серёжи ну как эти боже как это называется ну чтобы так бак не стягивала потому что этот серёжа сказал на что у вас будет попадать туда вода будет собираться конденсат ну хрен пойми сбоку бантика проконсультируюсь по этому вопросу в ближайшее время как говорится все это останется вот хомуты лежат в пакете трубка эта пластиковая она тут лежит узнаем что и как если что все исправим в общем как то вот так все поехали машину на стоянку 15 минут 9 хочешь провести время душевно займись машиной называется ну и дворник блин а этот поставили вот сюда у царицы как далеко заходит вот этот дворник видите смотрите и все равно они прыгают почему-то я не по я почему он прыгает ну он прыгает а почему что-то не то ладно а почему он прыгает я не могу понять ну я же не этого эффекта хотел добиться это плохо ладно пока поехали сейчас выйду где светло будет фонари то есть все и посоли на фонарях как будет не очень хороший результат я же наоборот хотел сделать чтобы они не прыгали а почему они прыгают либо моторчик неправильно их либо что я же ну вот не очень пойму ладно поеду через город чтобы с фонарями был свет и заодно посмотрю как они будут в общем все друзья вот сделал не знаю правильно сделал нет но если что я знаю где есть подороже оригинал но не факт что он будет работать лучше но зато оригинал вот хрен его знает не хотелось бы конечно не хотелось бы этого делать но бог его знает ладно кое-что тут под шаманили стекло помыл лобовое изнутри как раз машина в тепле была как говорится сэкономили 6 рублей чтоб на мойки не платить потому что в прошлом же году вы помните купил эти дитейлинские всякие штучки для пластика и не только его часу пользуемся моем моем стекло кстати стало очень хорошо видно все поехал на стояночку всем пока его так прошел мой день после обеда в общем завтра будет понедельник будем искать работу